итак друзья всем привет сегодня 25 февраля 2024 года ну что друзья я опять на пасеке утром в общем что на урале морозы у нас где-то сейчас он были с неделю ну может чуть побольше но вчера вечером уже опять я смотрю температура 5 стала подниматься но днем естественно солнце и где-то доходит до минус 15 днем нормальная температура потому что все-таки близится весна не за горами стала подниматься температура опять вечером 20 ночью где-то проснулся смотрю температура стала меняться под утро было уже минус 11 небо солнце нигде не вижу небо все затянуто дымкой облаками но в общем что сегодня я решил откопать свои пчелосемьи насколько у меня это удастся я постараюсь откопать никто меня не торопит можно не откапывать пока что но есть время свободно я откопаю ничего страшного сейчас уже не произойдет что я откопаю я надеюсь что таких сильных морозов под 40 и более 30 минуса сейчас наверное больше уже и не будет хорошо вот сейчас вот откопал вот эти два улья ппу здесь ребята можем наблюдать ледок до сетка ребята здесь тоже лед как бы лед не убираю зачем его убирать с потеплением это быстренько все оттаят ну пчелы здесь в этих ульях живые вентиляции тут работает в морозы все тут застыло тут есть вентиляция в общем слышно пошевелился тут откапывал пчелы там гудят слышите наверно издают звук ну и в этом улья с крышек убрал тут тоже снежок так шестерамочник ребята я уже откатывал говорил что проблематичная кота семья до корма есть как бы тяжелый корпус вот сейчас тепло будет постараемся почистить до это несложно почистить до сюда поставим крышку от улья раздернем корпуса два вместе сразу сюда и почистим надо потом в дальнейшем так сейчас у улья рута которым я не подходил всю зиму при первом снеге где-то в декабре его у нас было очень много я поставил вот видите щит тут видят ну там еще щиты и у того улья также щиты закидал снегом и забыл крышка тут была приподнята тут брусочек потому что интелляционные окна здесь мало скажем их тут там вообще тоже приподнята крышка у того улья рута из того улья рута где-то в феврале небольшая кота вот теперь начале февраля было и несколько пчел в округе возле переднего ледка как бы облетывались по нужде я считаю это я не считаю облет пчел это только по нужде не надо путать еще раз напоминаю что такое облет пчел на пасеке бурный хороший облет пчел после зимовки это когда тепло хотя и лежит снег и пчелы в радиусе я не знаю тут в 300 метрах или как летает весь снег в какашках все заборы тоже в какашках все крышки улья потому что садятся где-то на улей и испорожняется это все и это все есть это у нас такие условия уральские у нас много снега у нас не юг ребята так что вот в этих ульях у меня семьи не смотрелись мы посмотрим дальнейшем но я откопаю там наверно время чтобы они успокоились потом посмотрим что у них там как они там себя ведут где находится клуб и т.д. и т.п. в общем наперед хотел бы сказать то если не смотрел раньше мой канал в этом году я экспериментально оставил зимовать их в трех корпусах так как взяток в прошлом году был где такой сильный это что они принесли я не стал ничего откачивать в гнезда ничего не лес оставил все как есть ну конечно на меде в чем тяжеловато зимовать ну посмотрим тем не менее посмотрим как и что произойдет у них после всего когда откопаю посмотрим ну что ж вот сейчас вот начал ребята здесь откапывать вычистили тачок бросали снегоуборщиком тут через забор как бы сюда снег какой-то падал тут вот видим колышки вот так вот при теплее тут все уже вскроется и столкнулся с проблемой снег здесь не берется здесь просто видите лопата стоит здесь верху образовался сильнейший нас и вот приходится вот так вот рубить куски снега вот ну там дальше естественно идет снег там ростки как сахарный песок скажем а вот эту порку даже срывать и туда я отбрасываю в общем буду потихоньку откапывать потом посмотрим что у меня будет дальше вот видите как откололок какой мастиф естественно где не поднять я напустила так вот рублю и лопатой совковой как правило перебрасывает ну что ж буду работать и так ребята сейчас я немножко тут докопался вот до крышек вот они и у меня есть подход сейчас к улью в общем что сейчас я резко сбрасываю крышку и смотрим как находятся у нас пчелы в каком состоянии в клубе не в клубе дело в том что если я сейчас буду все тут разгребать в общем в улье сто процентов пчелы войдут в активное состояние и потом как ждать опять какое-то время может быть сутки я не хочу давайте ребята сейчас я при вас тут скину крышку и мы посмотрим как сидят пчелы в этом улье так вот видите ребята изморозь все такое сзади стен я отгибал вот эти человеке находится подошла к задней стенке следов поноса ребята нету идеальная пчела семья все я закрываю я уверен как бы меда у них хватит конечно можно дать лепешку ну сейчас и делать этого не буду все я закрываю и буду откапывать пули так насчет утепления утепление вот по углам где-то вот вот тут вот как бы она сырое лед дальнейшем естественно я уберу изморозь здесь стамеской все это прочищу поменяю утепление и плотно могу уже вверх закрыть без всякого и вентиляции уже плотно потому что я все равно дальнейшем откопаю леток там нижний в этом корпусе леток здесь вот леток тоже есть но он в изморозе и как бы для чего закрываю сейчас вверх у них плотно для того чтобы не получился сквозняк скажем так потому что я живу ли откопаю нижние летки корпусах летки будут свободны если еще у задней стенки будет все свободно то привет и как бы бог задувание в леток и как бы сквозняк может получиться а сейчас я думаю нужно полностью закрывать уже ну семейка приличная ребята вот сильнейшая семья ни капли поносов я это ребята вполне радует это неплохая зимовка считается ну и посмотрим на крышку улья вот видите сколько изморозей очень много вот была подставка и и правда продавила этот подставочку вся влага естественно не выходила она скапливалась на крышке улья в подкрышнике но главное это суть ребята в чем главное у них внутри там более скажем так более-менее сухо скажем так ну влага и конечно там тоже есть на стенках ульях тоже там можно увидеть изморозь но все равно основная влага ушла как бы ушла из улья ну и естественно я знаю как правило если есть еще влага она может тоже скатываться частично по стенкам улья вниз туда в нижний корпус ну вроде бы все тут я сейчас я все закрываю сейчас в общем я здесь все прибираюсь меняю утепление чищу изборозь откапываю улей и буду приступать к тому улью уже в общем ребята увидели сколько изморозей долл это ребята изморозь она не страшно то что вот пчелы перезимали перезимовали я считаю это на сто процентов не думаю что что-то будет дальше что может это погибнуть человек пчела семья то нет ребята ни в коем случае она уже не погибнет в общем вот такие вот первые работы на своей пасеке семьями которые зимуют у меня на воле я сейчас произвожу это идет у меня как старт семей ранней весной это для тех семей которые зимуют на воле ну вот ребята гости пришла тут ко мне найда но я уже ее покормил я заходи заходи пошли пчел смотреть пойдем пошли найда пошли пошли найда со мной ну что друзья в общем все откопал пчел все равно потревожил вот эту я вам показал здесь показывать я не буду ребята пчелы просто вылазят возбудились какой-то облет делают какашки ну пчела естественно тоже гибнет на снегу я не стал открывать но семья в принципе все живая завтра успокоится все нормально там уже посмотрю как у них обстоят дела с кормами так в общем все полностью откопал все свои пчелосемьи вон там он откопал стоят уле здесь тоже вот так вот откопал ппу хулей ну эти пчелосемьи показывал живы-здоровы вот эти тоже показывал тоже живы-здоровы ну что могу сказать на пока что все те семьи которые у меня уходили зимовать на воле под снег скажем так они все живые но контроль по меду естественно я сделал кому-то что-то нужно было вот эти вот я дал принципе я уже потом смотрел уже через пять дней делал видео уже но особо пока что к меду в пакетах не прикасаются ну главное есть этот медок у них все вот хорошо все нормально думаю раньше я таким способом не пользовался пакетом наверх меда я их никогда не ложил бывало когда давно как не делал пробовал но мне как не что-то не понравилось и делать его надо и т.д. и т.п. ну а что вот тут вот эти семьи тоже показывал тут тоже все они я живы-здоровы слышно вот они пчелки ну тревожить тоже ребята я не буду ну а так друзья что могу сказать зимует пчелы на воле не первый год уже показываю так что главное что зимовки главное чтобы у них достатке было кормовых запасов чтобы ваши пчелы были хорошо пролечены в лесу летний осенний период от клеща вара чтобы они пошли все здоровые не пока не покусанные клещом вара и чтобы клубы пчел были приличные естественно вентиляцию сделать хорошую чтобы не запарились какие там факторы но это и факторы основные я назвал а так друзья желаю всем кто еще не дозимовал как я со своими пчелами желаю удачно дозимовать вижу у нас здесь местные пчеловоды тоже уже чистят свои тачки огребают пчел которые стоят зимует на воле так что готовимся смотрел прогнозы где-то на 1 марта там нули уже обещают ну что ж весна не за горами кому друзья собой было интересно ставим лайки подписываемся на дзен на youtube все ссылки внизу и также вся наша продукция с нашей пасеки все ссылки внизу всем друзья пока и до встречи на моем канале пока пока до встречи на моем канале пока 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 пока